В этом видео гитарная битва. Крутые раунды, жесткие наказания и настоящее вжаривание. Ребята, всем привет! Вы на канале Акстар и сегодня гитарный батл, вторая часть, первая часть была с Никитой Неделька. И сегодня у нас не менее плохой человек, это Рома Канаграй с канала Гитара с нуля. Роман Канаграй, создатель канала Гитара с нуля, с аудиторией более 700 тысяч подписчиков. В свое время выступал с гастролями по всей стране со своей группой. Когда-то с одной ленинградской гитарой я приехал и играл в подземных переходах, начинал с самого дна и поднялся на самый верх. И все это я сделал благодаря гитаре. Поэтому сегодня моего оппонента, который, конечно, так мой друг, но сегодня он мой враг, никаких шансов. Ботаник, которого учили в музыкальной школе играть по нотам, сегодня проиграет жесткому рок-н-роллу. Паша Аксенов, более известный как Акстар, гитарист, более двух миллионов подписчиков на канале, является лауреатом более семи международных и всероссийских конкурсов. Пока я учился в музыкальной школе, там отрабатывал гаммы, куча была теорий, практики, конкурсы, выступления, а также закончена музыкальная школа, мой оппонент играл на улице три блатных аккорда и больше ничего не знает, как я думаю. Поэтому я думаю, что победа будет за мной и я уделаю этого старпера. Правила батла Гитаристам предстоит состязаться в пяти раундах. Каждый раунд – это отдельное музыкальное задание, которое показывает, кто эрудирований, у кого мощнее прокачанавок владения инструментом или своим голосом. Участник, показавший наилучший результат, получает один балл. Проигравший выполняет наказание. Также проигравший по итогам пяти раундов выполняет особое наказание. Ты готов к наказаниям? Да, мне не придется их выполнять. Да. А также нас сегодня будут судить три жюри, и я их представлю. Итак, Валентин Фокин, канал «Вжобователи». Илья – самый независимый судья, мой хороший друг. Он помогает снимать видео и остается за кадром. Он сама независима сегодня. И Борис Пранкс. Пранкер, ютубер. Эксперт в музыке. Ребята, перед началом этого состязания прошу вас подписаться на канал «Экстар» и на канал «Гитара с нуля Ромы». Лайки, комментарии, в общем, не забывайте. Все, приятного просмотра. Погнали, первый раунд. Первый раунд. Фингер стайл. Фингер стайл является одной из самых сложных в освоении техник, при которой один гитарист ведет одновременно партии соло, ритм и бас. Это позволяет исполнителю создать впечатление нескольких одновременно звучащих инструментов. Ну, в общем, определим мы, кто начнет раунд по каменной ножи с бумагой. Давай, готов? Раз, два, три. Я выбираю, кто начинает. А, ну давай, кто уберет. Ну, давай, пожалуй, начишь ты. Да, ё-моё. Как неожиданно и приятно. Да, этого кошмара вообще. Почему мы начали с фингер стайла? Почему первый? Какая разница, не оправдывайся, рабочий. Давай, рай. Рабочий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я только так. Ну, хоть что-то, если. Ну, подальше, где же ты здесь все? Да. А ты не объявил, что за название, что за произведение было? Это экстракт. Я должен объявить? Ну, да. Ты проиграл. Это было произведение «Вера, надежда, любовь» Виктор Цой. Понятно. Спасибо. Я сыграю произведение группы «Продиджи». Да, «Продиджи». Я сыграю произведение группы «Продиджи». По одному произведению или по несколько? Может, по несколько. Ну, давай. Я сыграю вот это. Подожди, дай еще раз. Давай. Можно? Подождите, а я сейчас не разобрался. Фингерстайл – это значит, что нужно просто использовать пальцы или... Ну, это как бы фингерстайл. Нет, просто ты не стучишь. Нет, это минус. Мой. Ну, давай еще раз. Готов? Поехали. Музыка. Музыка. Играет музыка Ну я так динамику пытаюсь передать, не просто одинаково Это Виктор Цой Кукушка, ты пацой сегодня Ну я пацой Такивский гуль Классическое произведение уже на моем канале Но довольно эффектно, поэтому я сыграю именно его Играет музыка Налажали оба, кстати Это оставляем все? Конечно Все как есть, да? Да, я оставлю, как ты два раза переиграл Ну значит тогда все, оцениваем Все, я думаю оцениваем, да Профессиональное мнение Профессионального гитариста Валентина Фокина Ну профессиональное мнение, мне кажется Тут должно быть понятным и так То, что Паша явно получше Обращается своими пальцами на гитаре Вот поэтому, да, бал Но мой голос за Пашу Тут как бы Акстаг А я хочу сказать, что по артистизму В первом раунде, когда ты играл Продиджи А Рома Цоя Рома точно забрал часть балла своего Но потом, конечно, Токиски Гуля Это просто, это Джокер Из твоего рукава Так что, ну бал тебе Фингерштайл оцениваем Мне тоже, кстати, по итогам первого заезда Показалось, что лучше справился Рома Но потом, по итогам второго Я понял, что Паша немножечко перевесил Все-таки мы оцениваем фингерштайл Он там что-то стучал по гитаре Было, да? Было, было Касания были, в общем Поэтому отдаю голос Паше Все как договаривались, да, Паша? Итак, все пять раундов Итак, переходим к наказанию Рома, ты тянешь карточку с наказания Н, наказание, да? Да, но можешь выбрать не эту карточку Ленивый косметолог Тебе наносят маску на лицо в три слоя С которой ты должен посидеть один раунд А, ну нормально Господи Блин, это что? Да давай Может, в себя придешь, я не знаю А ты должен с этой маской, получается, все делать Да, до следующей раунд Ну все, вперед Это маска, которую потом сдираешь вместе с волосами А что значит самая жесткая? Что значит самую жесткую купил? Не каждую маску, не на каждое лицо можно, кстати, высмотреть По-моему, там хватит уже я вам Чуваки, она начинает жестко сжечь Слушайте, тормозите По-моему, это против грибка Чуваки, хоррэ Три слоя там, три Три слоя это написано? Блин, это жесть Ром, это маска против кожи на лице Стой, стой, стой Стой, Ром Блин, ребят, может один слой, что вы мучаете? Ему 40 лет, он и так уже доживает Следующий тур невозможно выиграть Потому что просто невозможно что-то делать Ну все, в общем, переходим ко второму раунду Сыграть фингерстайлом произведения Реквием по мечте В общем, второй раунд у нас в вокал Вокал Второй раунд Вокал В этом раунде мы выясним, кто лучше умеет работать ртом Участник сам выбирает песню для исполнения Оценивается не только вокал, но и подача И начнет, так как Рома начинал первый раунд Так я думаю, он начнет и второй раунд Блин, опять камень-ножицу Раз, два, три Ладно, а это, я еще хотел сказать Так как я не профессиональный певец Заткните уши Заткните уши и выйдите отсюда Короче, у меня песня «Любая конь» Давай Выйду ночью в поле с конем Ночкой темной тихо пойдем Мы пойдем с конем По полю вдвоем Мы пойдем с конем По полю вдвоем Ночью в поле звезд богадать В поле никого не видать Только мы с конем По полю идем 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 Хороший Достойно Неплохо Лучший Неплохо, да? Ты говорил, плохо пою Что-то я теперь попробую? Я попробую ДДТ Родина. Жги. Фингер стайл. Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг. Боже, сколько лет я ищу то, что вечно со мной. Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь. Сколько жизней плюет мне в висок вороненным стволом. Долгожданная даль. Чёрные пары у соседних ворот. Лютики, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной флаги летела туда, где Родина. Еду я на Родину, пусть кричат Родина. А она нам нравится, хоть и не красавица. Сволочи доверчива. А ну а к нам траля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Эй, начальник! Ой, как тяжело сегодня петь. А подожди, ты сказал, я попробую сыграть, то есть ты её до этого не играл? Играл. Но мне тяжело сейчас, очень тяжело по вокалу. Тебе будет тяжело, когда ты будешь отдирать эту маску, потому что у тебя она потекла на брови. Жесть. Может сейчас протрем пока? Сейчас самое время начать третий слой. Выносим вердикты? Да. Как договорилось? А, я же начинаю, господи, боже мой! Но тут очень сложный выбор, мы с Пашей знакомы не первый день, а тебя я вижу в первый раз. Поэтому, что, правильно, новичкам везёт! Не, ну спел очень круто, очень круто, прям бесишь. Как это мне сложно даже. Знаете, это когда из пальца высасывают интригу. Вот примерно так же это выглядит. Паш, ну ты знаешь, да, что у нас в следующей раунде всё расписано, я тебе там очки... А этот раунд за Ромой. А, Борис. Рома. Рома, Рома, Роман! Выбирай наказание. Это самая неприятная часть этого видео. Я надеюсь, сейчас ему будет что-нибудь весёлое. Поддержим, давайте! Давай, давай! Не, я думал, что это шуточки, но теперь я настроен решительно, я больше не буду проигрывать. Это жесть вообще, наказание! Кстати, Ром! Что, кстати? Бери! Да, подожди, я не про это. Я хотел сказать, вот ты сколько играешь на гитаре? Да хрен знает. Конечно. Ты как учился? Ты как сам учился? Ну я сам учился, приходилось спрашивать у кого-то, подглядывать, как кто-то играет и вот так учился. На улице. Улица меня учила. А если бы у тебя было приложение, в котором ты можешь вот учиться играть на гитаре, там где есть всё, всё расписано, всё прям, приложение ведёт тебя и учит само, было бы круто, да? Халява, конечно, классно. Круто, что у вас, ребята, есть такая возможность. Короче, TeamBro просто пушка приложения для того, чтобы ты научился играть на гитаре и сэкономил свои деньги на репетиторах и музыкальных школах. В чём фишка TeamBro? Ты учишься играть прямо на гитаре с этим приложением. То есть оно считывает с помощью микрофона в телефоне то, что ты играешь и показывает, где ты ошибаешься, показывает, как надо играть и следит за твоим прогрессом в целом и награждает тебя всякими разными приколючками. В общем, не скучно. Тут вышло огромное количество обновлений, появилась куча разных упражнений, отработка аккордов, аккомпанемент, отработка гамм, музыкального слуха, также песен большое количество. Открываем, например, какую-нибудь песню, которую мы хотим. Коробейники, Tetris. Погнали. Играть. Тут, как в табах, показывают, какой лад на какой струне. В общем, всё очень просто. Ну и, допустим, если вы хотите аккомпанемировать под чей-то вокал, в общем, играть аккордами, то нажимаем отработка аккордов. Всё, всё очень простенько. И погнали учить аккорды, отрабатывать связку между аккордами, чтобы переставлять их быстро. В общем, погнали. То есть, учим сначала связочку. Дальше переходим уже на другие аккорды. И таким образом, учим все аккорды. Учим, как быстро их переставлять. И спустя некоторое время, ты уже профессионал по аккордам. Можешь аккомпанемировать кому-нибудь под игру. А также фингерстайл тоже можно здесь научиться. Фингерстайлу, фингерпикингу, фингерчпокингу и всё такое современное, модное. А если ты хочешь техничные пальчики, то нажимаешь отработка гамм и погнал по всему грифу учить гаммы отрабатывать и тоже становиться круче. Тимбуро, пушка приложения для того, чтобы научиться играть на гитаре. Качай по ссылочке в описании и кайфуй вот. Давай. Давай, тяните. Давай, тяните, тяните. Читай. Читай. Лень, ты меня смотрит на него. Читай. Билет в один конец. Так. Вытянуть карточку с городом и купить билет на самолет в один конец на авиа-сейлс. На любую дату. Карточки лежат на правом столе, маленькие. Это типа потратить деньги. Я выберу я из рук. И чё это? Вот та вот. Ну давай. Занзибар. УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУНЬ НЕТ, честно могу сказать, что это средненький вариант. Там было и пожёстче. Так что Занзибар это... А он обязан лететь? Нет. В смысле? Он обязан купить. Давай покупай. Ставьте лайки, если вы хотите это увидеть. Два лайка и Паша летит в Занзибар. Нет, ну реально, пишите в комментариях хэштег лети в Занзибар. Потому что это, прикиньте, давайте 100 тысяч таких хэштегов и он реально полетит. 100 тысяч хэштегов. Ну, тут на 4 октября всего лишь 20 тысяч. Занзибар. Не, ну я беру на 24 октября. Давай. А, блин. У меня же нет загранпаспорта. На Илюхин покупай тогда. Да. Пусть он данные тебе диктует, покупай. Твоя задача деньги потратить, это наказание. Давай. Пашка, дайди сзади там, где логинутся. Я дамы открываю. А я с ним даю, почему... Приезжай, Роб, наступаемся. Все? А может ли Паша сдать свой билет обратно и не полететь в Занзибар, например? Боря, спасибо за такой очень интересный вопрос. Конечно же нет. Что нет? Какой? Он не может сдать билет. А, все, круто. Но может не полететь. Не, да надо писать хэштеги. Гоставьте хэштеги, пускай летит. Ну что это за хрень? А как отсчитывать 100 тысяч хэштегов? Как хочешь, так отсчитывай, листай комментарии. Третий раунд. Угадай мелодию. Участникам включается песня, и кто первый назовет название и исполнителя за 10 секунд, получает 1 балл. Тот, кто первым наберет 7 баллов, выигрывает раунд. Погнали. Короче, я себе объясню, так как ты редко что-то понимаешь с первого раза. Я понял. В общем, сейчас будут играться мелодии разные, да? Да. И кто первый из нас угадает, тому мини-бау. Кто первый, в общем, хватает стаканчик, у того и право голоса, и тот и говорит свое первое предположение. А второй может, следовательно, сказать уже вторым и тоже получить балл, если первый ошибся. Да. Да. Погнали? Погнали. Речка, люби меня, люби. Я не успел. Я не успел. Я только раз, но хватит. Сансара. Баст. А с кем? А с кем ты? Я буду с Дианой Арбениной. Ничего себе. Рок-н-ролл. Я угадал. 7 баллов. Я угадал, но они почему-то я не понял. Рок-н-ролл. Блин, страшно. Здесь реально вот так страшно, кто выиграет, не знаешь. Вот фиггер-стайл понятный, там все предрешено, бокал все предрешено. Вот здесь чистое соревнование. Давай ботан. Погнали? Давай. Все, мы идем, да? Просвистела, ДДТ. Рок-н-ролл. Я не знаю вообще эту песню. Поехали дальше, да? Следующая композиция. Ха-ха, пачка сигарет. Кино. Рок-н-ролл рвёт. Погнали дальше. А что такое? Это... Блин, надо минус баллы брать, кто хватает. Я говорю. Говори. Нон-стоп. Это было в исполнении вроде Пошлая Молли. Да. Пошлая Молли, Нон-стоп. Фух, 3-2 уже не так страшно. ВВВ, Ленинград, шнур. Че ты хватаешь? Нет! Только рюмка водки на столе лепс. Ты быстрее меня хватаешь? Как же, как это можно не знать? Вы че, в караоке не ходили? Ты сидишь, здесь по-другому все очень. Конечно. Ну, может быть, я не знаю чего. 5-2, ребят, 5-2. Аплодисменты, Роман. Будь добрый. Ну, поехали. Блин, ну сейчас, конечно. Боже, какой пустят. Я не знаю песен этих. Выкинуть кламм из дома. И старых позвать друзей. Роман, как поющая. Группа Ронда. Я не знаю этих песен. Я даже не знаю этих песен. Итак, сейчас, возможно, будет финальный бал. Возможно. Интрига. Погнали. Чёрный бумер. Да! Серёга. Почему так уныло ты? Да потому что я уже приуныл 6-3, у меня нет шанса. 6-3, у тебя уже есть шансы. Ты же не сборная России, и всё нормально. Я не помню. Там уже с первого пик было понятно. Готовы? Да. Это вахтёром бумбокс. Опа! Ну это... Так, ладно. Значит, вот так мы делаем, да? Как-то... Ой. Минуточку. Он подбирает песни, которые знает Экстар. Смотри, сейчас будет его песня, стопудово. Сейчас закончились скроченные песни. Я нашёл в другой плейлист. Я понял. Это песня Роуфаик. Нет? Нет. Ну 10 секунд дайте тогда дослушать. 10 секунд. Так он же может сейчас отгадать. Я же не хватал, он... 10 секунд дайте послушать. Ну да, ну... 10 секунд закончились. Там можно до... Но я всё равно не знаю. Можно я скажу? Давай. Безумно можно быть первым. А исполнитель? Это... Безумно можно быть первым. Это что-то на H. Счёт не изменился. Давайте дальше. Здесь секунд прошло. Здесь секунд прошло. Это что-нибудь... Может быть, Максим? Стакан возьми, потом говори. Максим? Нет, это не Максим. Мэ-мэ-мэ. Ну ладно, давайте дальше. Давай следующую песню. Мутить. Никакие деньги! Это... Слава Мэрлоу. Деньги. Сейчас скажу. Камри 3.5. Что? Всё. Это можно? А я не знаю. Так, а что делать, если человек угадал у исполнителя? А ты знаешь, что это за песня? Не знаю. Дома есть шанс ещё дослушать восемь секунд. Да. Ну. Никакие цифры не помогут любить себя по-настоящему. Я теряю людей каждый день, с которыми... Стоп, стоп. Ну, только у меня... А ты мне нравишься? Нет? Ну, не знаю. Я его не слушаю. Слава Мэрлоу. А что это? Что это? Кому это надо? Ааа. Короче. Я не... Забыл. Я просто не слышал эту песню. Ну, то, что узнает Слава Мэрлоу, то... Ёжик узнает. А какая песня? Это Тима Белорусских. Тает ещё. Хороший из 5-6-5. Интрига тянула, дичё. Я вспоминал. Почему-то было название «Голова». Тима Белорусских. Нет? Нет. Я думал, вы знаете, все песни с гитарами. Нет. Далеко нет. Что-то западное. Это скриптонит чистый. Оооо. 6-6. Вот она интрига. Сейчас какой-нибудь там... Д-д-д. Финальный раунд, ребят. Я очень переживаю. 6-6. Счёт финальный. Балл у нас сейчас. разыгрывается это макс корж малиновый закат давай будешь все равно землю жрать давай мадагаскарские ванны принять ванну с тараканами пролежать в ней 90 секунд ну что и готов коробочка готова укладываю вообще-то говорили ванна просто будет это мини ванна для мини тараканов так кто будет засекать время ребят помните да что там полторы минуты полторы минуты полторы минуты карл пираты и рот простите конечно супер мерзкий я их не трогаю на один давай цепляйся мразь цепляйся мразь цепляйся высыпай все что там есть они же встали туда они бегут из ванны помогите давай сюда на лицо беги что ж ты делаешь окей давай-давай одинокий блондин иди блин кто время засекла руки убрал руки все оболзет у него по рукам по всему блин мне кажется все нормально я тут их подгоняю давайте работаем в рот залезай залезай в рот а очень можно давай давай скорее 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 еще все давай что ты наделал что ты наделал лови лови они где-то здесь бегают какая херня ром это жесть это на попе таракан а а а блин по лицу это не очень было бы вообще четвертый раунд он трудный самый так и есть потому что это четвертый раунд викторина по очереди каждому из участников будет задаваться вопрос связанный с музыкальным миром тот кто даст больше правильных ответов выигрывает раунд откуда рок-н-ролльщик узнать какие-то там факты нахер я в подземные переходы эти факты знает каждый ну давайте а кому задают вопрос первому мы сейчас решим с камерой с бумагой раз два три давай кто первый ну тебе первому значит я первый вопрос давай кто из исполнителей отказался участвовать в евровидении дерзкая мару александр молодуха эд ширан или нейромонах феатман так блин эд ширан нет это неправильный ответ не ромонах она так чисто увильнула да от евровидения не знал я ну прикольный вопрос вопрос номер два паша это тебе точнее первый вопрос тебя какой рэпер какой рэпер получил пулистерскую премию за свой альбом окси мирон дрейк эминем кендрик ламар я думаю что это эминем нет это кендрик ламар в 2017 году он получил пулистерскую премию за свой альбом давай дальше рома вопрос у тебя это цитата смотри звучат свежо и живо а какой на тот момент мало еще известной группе так отзывалась королева мать елизавета болс лайн я думаю битл даже вариантов ответа не послушаешь ну говори ну ладно это правильный ответ короче что ты на все нормально то есть все что ты не знал тебя удивляет паша вопрос тебе видеоролик какой британской рок-группы считается первым полноценным музыкальным клипом в истории послушай вариант ответа the beatles rolling stones queen и pink float а второй вариант какой rolling stones hot stuff я думаю что это второй вариант нет а какой queen богенский рапсодия я так хотел ответить у нас 1-0 получается да давай рома вопрос у тебя продолжим строчку хита группы сплин где-то мы расстались не помню в каких городах словно это было в похмелье через мои песни идут и идут поезда исчезая в темном тоннеле едином выхода нет ключ поверни полетели едем дальше ваш вопрос тебе где звучали эти строки счастье вдруг решение постучалась ты понял да я готов ответить вариант ответа кавказская пленница белое солнце пустыни иван васильевич меняет профессию три варианта да а можно еще раз слова кавказская пленница белое солнце пустыни иван и приключение электроника так точно не приключение что разорвут в комментариях просто ставьте лайк если вы знаете эту песню просто надо шучу это вариант номер два белое солнце пустыня до на иван васильев меняет по свече ты чё рома вопрос тебя на каком языке изначально звучала песня если не было скажи так зачем тогда мне жить я думаю что это это меня за итальян послушаем варианты английский итальянский французский немецкий сейчас подумаем французский или итальянский дорога итальянский или французский все-таки пусть будет итальянский а все-таки французский да гаде озабочали эти затороки не пришла к нам идти на денек хотя бы и снегирь не сел на ель к вы к вы к вы к вы ироне судьбы лишь легким паром 12 месяцев каникулы в простоквашина это просто квашина но хоть что-то 75 не простой как он мог отгадать рома просто тебе очень интересно рандом распределил как вопросами на тебе короче называть вопрос шаришь или ты позе так давай проверка знание музыкального сленга flip это неудачная импровизация резкая смена скорости чирки генератор битов быстро реакция на текст оппонента давай flip это неудачная импровизация это резкая смена скорости чирки это генератор битов или это быстрая реакция на текст оппонента это либо второе либо четвертое выберу flip это резкое изменение какое-то кувырок как я понимаю да это но я это может быть и вторым и четвертым выбираю второе ты очень близок как обычно но это четвертая ничего ничего я позер паша вопрос тебе он визуальный мы на экране выведем но я тебе сейчас покажу кому принадлежит фрагмент альбома этого трека этой песни это исполнитель макс корж блин это легко получается 22 года получилось очень нет вопросов чуть делать ребята как все 22 а вопросы закончились у нас то получается балл забирает тот кто первый схватил стаканчики ответил правильно вариантов ответов не будет поэтому это все усложняет поэтому это будет заслуженная победа как называется самый старинный щипковый струнный музыкальный инструмент допустим гусли самый старинный сейчас но либо сейчас ну допустим арфа почему самый древний музыкальный инструмент арфа я вы не 22 я вы и веду то что четыре испытания прошло 22 да наказывай пашу да наказание 20 не будем давай давай просто пятый раунд да ладно сладкая жизнь победитель раунда дает проигравшему три конфеты шоковая игра победитель раунда наносит три удара шокером проигравшему шокер студию нет я не могу ты должен брать гитару бери гитару играй кузей подожди ребят вы давно мечтали чтобы окстар выучил что-то новое сейчас вы увидите новое произведение на электро гитаре давайте похлопаем паше давай 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 играй играть глаза закрой готов глаза закрой играй сейчас может другое место прикладывать только не сразу песни играй там два раза приложилось один раз давайте какую песню какую-то песню больше не какую песню вы больше всего не любите электрогитара ребята электрогитара давай какую песню ты любишь играть подожди это очень больно давай лучше плечо тогда вот сюда давай начинай играть так ты сюда не смотри вот пятый раунд ощутимые цены мы даем участникам завязанными глазами две гитары их задача на ощупь определить стоимость этих гитар. Кто ближе окажется к настоящим ценам, побеждает. Побеждает сегодняшнюю битву. Друзья, финальный раунд. Очень сложный и трудный. Такого еще, ну, я, по крайней мере, не видел. У каждого участника будет две гитары, и он должен определить их цену на ощупь и на игру. То есть он сможет взять их в руки, поиграть на каждой из них и предположить стоимость этой гитары. И тот участник, который ближе всего приблизится к настоящей, к реальной цене одной из гитар, тот победит. Кто будет ближе, тот и побеждает. Вы пока попытайтесь сами отгадать, сколько они стоят? Напишите в комментариях. Так, что я сразу могу сказать? Меня сейчас слышно, да? Все видно? Что я сразу могу сказать? Она тяжелая. Обычно тяжелые гитары, они как-то прибавляют к их цене. Ты еще не знаешь, какая вторая? Ну, я говорю по сравнению с обычными гитарами, она довольно тяжелая. Так. Вижу необычная форма, то есть здесь немножко закруглено. Я вообще такое в целом нечасто вижу. И обычно на дешевых гитарах такого также не делают. Вот, показываю где-то. А что можешь про ее цвет сказать? Я сам такую гитару впервые вижу. Она реально очень тяжелая. Гитара не трещит на верхних ладах. Как обычно бывает у дешевых гитар. То есть прекрасно звучат все верхние лады. Очень звонко и... В общем, гитара очень хорошая, ярко звучит. И все в целом проговариваемо. То есть и басы хорошие, и верха яркие. В общем, звонки. Я думаю, эта гитара стоит точно дороже 40 тысяч. Возможно, дороже 50 тысяч. А я называю какой? Плюс-минус диапазон? Нет, нет. Цифру и насколько ты будешь близок. А ты говорил? Акустика или что? Ну, это естественно. Это акустическая гитара. Вырез. И в целом гитара приятная на ощупь. В общем, давайте я скажу 60 тысяч рублей. Хорошо, 60 тысяч рублей это твой вариант. Давайте вторую гитару. Как о чем я и говорил, как-то... Вот эта гитара, она не такая тяжелая. Нет выреза. Ну, дред... Я забыл, как форма называется, дредноут или как-то так. Так, по поводу тактильных ощущений и гитары на ощупь в целом. В общем, эта гитара ощущается как минимум дешевле. И по звуку он такой... Здесь не такой насыщенный, не такой яркий. Сейчас проверим про то, типа, звенят ли на верхних ладах. Мне кажется, она стоит под сотку. Вот о чем я и говорил. Здесь верхние лады звучат не так... Очень плоско и немного потрескивают. И смотрите, здесь, в общем, октава должна звучать. Здесь она не строит. Потому что я настраивал. Нет, струна, она же все равно настроена. Ровно 12 ладов, поэтому она должна звучать в несон. Точнее, получается, в октаву своей же ноте. То есть я могу расстроить, и она все равно должна звучать. И здесь это нечетко. То есть гитара не круто откалибрована. Это гитара звучит тоже довольно ярко и круто, но не так массивно и объемно, как предыдущая гитара. В общем, я думаю, стоимость этой гитары... Это лучше, чем самые базовые гитары за 7-8 тысяч. Но и хуже, чем, например, у меня есть батон Руш за 25. Прям он... Это звучит хуже и ощущается. Я думаю, 15 тысяч. Все, хорошо. Давай. Сейчас заверем Робу в кадр. Он будет угадывать абсолютно те же гитары. Он ждал нас за стеной. Ничего не слышал, ничего не видел, так что заверем его. Короче, смотри, прикол в том, что у тебя будет две гитары. Две? Две гитары. Всего будет две гитары. И ты должен назвать их цену. И у Паши было то же самое. И кто ближе всех приблизится к настоящей цене гитары, тот и побеждает. А расстроенная обязательно должна быть? Настроил? Да. Супер. Значит, идеальный слух. А можно вторую? А давай сначала эту? Ну, я... Можно я эту, потом ту, и потом эту... Об этой все скажу. Примерно. Ну, давайте. Ну, давайте. Дай мне ту, пожалуйста, вторую. Кстати, это тактика читерская такая, да? Но она не запрещена. Я согласен с тобой. Другое дело. Так, это гитара с массивом. То есть, это дерево, и оно резонирует. У него есть низ, у него есть прозрачность в середине. У него есть прекрасная. Да. Это не самая большая ценовая категория, но достаточно дорогая гитара. Я думаю, что, блин, сейчас такие цены варьируются, но я думаю, что эта гитара стоит... Сейчас, скажи, твою сумму. В районе... В... Давай на щелбан. На щелбан. Давай, сейчас. Это на 60. Идеально. Может быть, новые струны еще себе дают. Пока не говорится, но можешь ее пощупать. Да, вот Паша прямо ее окрутил, вертел, что на ней есть. Что... Чего нету. Но щупать, не щупать. В ней есть звукостиматель. Или это, соответственно, говорит о том, что она... Ну, как бы, есть еще цена звукоснимателя. Плюс-минус там 15. В ней... В ней есть звук. В ней есть, как минимум, верхняя дека. И, как я предполагаю, вот это... Вот это в ней не дерево. А вот это дерево. Поэтому это идет не самый прям дорогой инструмент. Но из дорогой классики, ой, из дорогой ценовой категории, так как похоже на массив по звуку прозрачность есть, я думаю, что в районе может быть, давай скажу, 90 тысяч. Я просто другую сумму думал, потому что сейчас скажешь. Не, ну, примерно так, ну, прямо дорогие гитары звучат дороже. В них есть, в них, ну, блин, я бы могу сказать, она может стоить и 150, понимаешь? То есть, типа, 90-150. Ну, то есть, ну, давайте 120 тысяч рублей. Ок. Вторую гитару пощупай дальше. Давай. Ту мне верните, да? Просто в два раза дороже. В два. Это гитара фанера, нахрен. Вот. Бубнит в средних частотах очень бубнящая, гундящая. Что-то строит, что-то нет. Но лично, на мой взгляд, хотя, может быть, просто старые струны, не знаю, может быть, они здесь какие-то конченые струны, там, ***, какой-нибудь, и она сразу... Ну, я думаю, что эта гитара в районе, блин, 24 тысячи. 24. Ок. Снимай повязку, садитесь на стульчики. Просто ребята выдвинули свои варианты. Они, конечно, все это делали с закрытыми глазами, но только Илья знает настоящую цену этим гитарам, а мы с Борей нет. И я успел уже предположить то, что гитара, которая тяжелая, она стоит примерно сотку. Я так думаю. Я не знаю. А которая поменьше, в смысле, полегче, я думаю, что она стоит 1012. Борь, тоже скажи свой вариант. 17 и 77 тысяч. Так. Что мы объявляем? Мне кажется, да, нужно объявлять. Я надеюсь, что вы успели. Я надеюсь, что вы успели написать в комментариях свой вариант, сколько стоят эти гитары. Еще раз, ребят, вы видите справа результаты Ромы, слева результаты Паши. Давайте я Роме скажу, сколько я думал. А, да-да-да. Эти же гитары, да? Да-да-да. В общем, я эту сказал 15, и ту 60. Наверное, ты поближе. Ну, ладно. Тебе кажется, что она на вид дешевле, чем 120, да? Когда я уже вот увидел, мне показалось, что, ну, я дерево. Это я вижу. Это я услышал. И поэтому я сразу... Ну, хорошо, ладно, говори. Цена дорогой гитары 57,40. Извините, я просто не ожидал. Цена дешевой гитары? На дешевой, средненькой. Да. 11 с небольшим. О, это уже я ближе всех. Ну, я слышал, что это прям бревнышко. В общем, по итогам этого раунда побежит к Пашу. АПЛОДИСМЕНТЫ У-ху! О-очень близко. Так, подожди, а сейчас наказание сразу. Самое интересное. Финальное наказание для Ромы. Оно у меня z 만들 suggestions. Блин, они специально сделали заказание, наказание для меня, похоже. Нет, он сам для меня. А можно я прочитаю наказание для роботов? Можно. Давай. Забирайте гитары. Звучит на стоке. Нормально звучит. Короче, давай я прочитаю название этого наказания и ты предположишь, что там. Давай. Ну, походу это навсегда. В смысле, татуировка какая-то? Нет. Набить тату на любой части тела. Да. Чтобы вы понимали, у Рома нет ни одной татуировки. Ну да, я как бы не бью татуировку. Да. Но. За ВДВ, что ли, сделать? Давай придумаем, давайте придумаем, что должен набить Рома. Так пускай он набьет Акстар. Давай. Нет. А что такого, Ром? Да вы гоните, блядь, блядь. Не хочет. Давай. Да, Ром, это ж прикольно. Нееет. Это не прикольно всю жизнь ходить, блядь, с татуировкой. Память обо мне. Память обо мне. Блядь, всю жизнь будут спрашивать, что это за тебя за хуйня Акстар? Да прикольно же. Ну, Рома, ты понимаешь, что теперь тебе нужно бить тату? И чтобы это не было просто набить себе что-то красивое, какую-нибудь гитарку или логотип своего канала, это должно быть как наказание все-таки ты проиграл. Поэтому мы придумаем тебе что-нибудь прикольное. У меня нет ни одной татухи, ты понимаешь? Это уже как минимум прибавляет плюс к этому наказанию, но мы выберем тебе что-то интересное, прикольное. И вы увидите это прямо сейчас, мы погнали в тату-салон. Ребята, мы в тату-салоне и мы уже выбрали, что Рома будете бить. Смотрите, вот здесь вот, опа, будет красоваться отлично надпись. У меня на самом деле ни одной татуировки нет. У меня девственная кожа, ты понимаешь? Нетронутая. А то теперь какая у тебя будет татуировка, ты понимаешь? Я думаю, вам понравится. Что там будет? Только вам походу и понравится. Короче, впечатление, если взять иголку и просто прорывать кожу, примерно такое ощущение. Ты тебе нравится? Блин, местами прям сильно больно. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как ты уговорил его на это? Господи! Ак стар! Ха-ха-ха-ха! Это просто рок-н-ролл, бро. Рок-н-ролл. Теперь интересно, на что ты будешь это перебивать. Ой, блин, ну ты крутой. Ребята, ну а то, что получилось, смотрите в наших инстаграмах. Ссылочки в описании. Мне очень нравится. Я прям рад, что ты набил такую татуировку. Смотрите, в моем тоже инстаграм обязательно. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось подобное шоу. Если будет много лайков, то мы продолжим такую рубрику и будем делать подобное шоу. Я буду делать, я же не буду больше приглашать второго. Он боится реванша. Все, 100 тысяч лайков и мы делаем третью часть гитарного баттла с кем-нибудь еще. Все, спасибо за просмотр. Не забывайте про подписку на канал, ставьте лайки. Также я хочу выразить огромную благодарность арт-студии на скетчек. Так что, кто хочет сделать татуировку в Санкт-Петербурге, ссылка в описании. Все, приезжайте, сделают офигенно, вам круто. Все, спасибо за просмотр. До новых встреч.